Господа, в сегодняшнем видео я устрою батл между двумя вымышленными миллиардерами-плейбоями. По одну сторону у нас Тони Старк, по другую Брюс Уэйн. В этом видео мы узнаем, кто из них самый стильный. Первый раунд. Стиль одежды. Сперва мы начнем с Брюса Уэйна. Если нужно описать его в двух словах, это будет классика и консерватизм. Этот парень вырос среди денег. Он вырос среди людей, которые знают, как одеваться. Этот парень придерживается правил. Посмотрите на выбор его стиля, цвета, в которых он ходит, все классика и консерватизм. Костюмы темных цветов. Посмотрите на стиль. Бессмертная классика. Пиджаки на двух пуговицах. На протяжении всей трилогии он ходит в костюмах на заказ от Армани. Этот парень хоть и носит модные костюмы, но в классическом, консервативном стиле. Теперь поговорим о Тони Старке, который кажется противоположностью Брюса Уэйна. Он не консервативен и не классик. Он бросается в глаза. Он понимает правила, но решается их нарушать. Он надевает темный костюм, но вместе с яркой красной рубашкой. Он носит аксессуары, меняет мелкие детали, добавляет цвета, что ясно говорит. Я понимаю, как нужно и что такое дресс-код. Но я устанавливаю свой дресс-код. Он не боится кого-то задеть. Он хочет быть центром внимания. Ну что, кто победил в первом раунде? На самом деле, это зависит от ваших личных предпочтений. Если вам по душе классика, вам больше понравится Брюс Уэйн. Если вам нравится более яркая, Тони Старк. В этом раунде ничья. Второй раунд. Поговорим о том, как на них сидит одежда. И Брюс Уэйн знает, как должен костюмчик сидеть. Он понимает, что это главный компонент пирамиды стиля. И Брюс Уэйн отлично с этим справляется. Я думаю, что Брюса этому обучил Томас Уэйн. С самого детства он носил подогнанные под него костюмы на заказ. Кроме того, Брюс Уэйн берет во внимание свое телосложение. Его тело непростое для подбора одежды. Поэтому, взяв это на вооружение, его одежда безупречно сидит на нем. А теперь поговорим о Тони Старке. Итак, иногда он отлично вписывается. Пиджак, рубашка, брюки. Все сидит идеально. А в некоторых случаях он выглядит как... Не всегда подобающе Тони Старку. В этом раунде Брюс Уэйн явный победитель. Третий раунд. Поговорим об аксессуарах. Сперва посмотрим на выбор часов Брюса Уэйна. Он ходит с классическими Реверсо от ЖЖ Ле Культюр. Они узкой формы в классическом дизайне старой школы. С прямоугольным циферблатом. И коричневым кожаным ремешком. Далее посмотрим на часы Тони Старка. Что довольно интересно, у него также часы от ЖЖ Ле Культюр. Но его модель МВОКС-3 Турбиллион GMT. Эти часы очень технологичны. Выполнены в изысканном стиле, с датой по краю, с дополнительными зонами для западного и восточного времени для быстрого ориентирования. Я должен отметить, что часы Тони также способны трансформироваться в оружие-перчатку. В режиме часов они безопасны. Но в режиме оружия они испускают очень мощный звуковой заряд. Что может быть полезно при драке с обезумевшими советскими суперсолдатами. Далее очки. Начнем с Брюса Уэйна. Он носит авиаторы. Он носит авиаторы. Посмотрите на линзы. Они темные, потому что он должен быть способным контролировать происходящее взглядом. И чтобы люди не видели, как он оценивает ситуацию. Далее Тони Старк. Ему также нравятся авиаторы. Но на этом сходства заканчиваются. Тони любит цветные очки. Красные, коричневые. Глядя на линзы, мы также видим светлые оттенки. Мы можем видеть его глаза. Еще интересно, что очки Тони пули непробиваемы. Далее поговорим о сумках, чемоданах и багаже. Начнем с Брюса Уэйна. В большинстве случаев он использует сумки, как и мы. Но один интересный момент. Брюс Уэйн использует багаж при перемещении по полю боя. Спорим, вы не знали. Тони Старк использует чемоданы и багаж на совершенно другом уровне. Скажем, вы уехали в другую страну посмотреть Формулу-1. И вас атакует безумный бывший русский партнер, который зовет себя хлыст. Что делать? Вы берете свой чемодан, надеваете на себя костюм и готовы к сражению. Ну что, в этом раунде победил Тони Старк. Четвертый раунд. Поговорим о волосах. Сначала Брюс Уэйн и его волосы всегда на месте. Вернемся в 1960-й, посмотрим на Адама Веста. Он всегда уделял внимание укладке своих волос. Мы всегда отмечали, что Брюс Уэйн уделяет внимание мелочам. Его борода Брюс Уэйн всегда гладко выбрит. Он поддерживает свой образ в классическом консервативном стиле. Опять же, вернемся к имиджу, который он поддерживает. Теперь Тони Старк. Он прекрасно справляется с работой, касающейся своей бороды. Но он не может похвастаться педантичностью. Его борода выглядит сделанной без особых стороней. Более повседневной. Возможно, не всегда к месту. Но все же смотрится великолепно. Что я еще заметил после сражений, он снимает маску и его волосы также выглядят хорошо. Что интересно, Тони Старк не боится получить удовольствие от растительности на лице. Победу я отдаю Тони Старку. Пятый раунд. Манеры и этикет. Сперва Брюс Уэйн. И этот парень знает, что такое манеры, и знает этикет, и понимает разницу. Разница в том, что манеры – это какие чувства мы вызываем у людей. Этикет – это правило. Это способы, как нам действовать в зависимости от культуры, или общества, или страны, где вы находитесь. Не важно, где он. Он знает, как себя вести в обществе. А вот с манерами и этикетом Тони Старка – интересная вещь. Ведь он много путешествует, невероятно образован, и еще предпочитает быть заносчивым. Он предпочитает нарушать правила этикета. Он играет по собственным правилам. Друзья, у нас ничья. Дополнительное время. Бонусный раунд. Уверенность. Кто из этих миллиардеров плейбоев более уверенный? Сперва Тони Старк. И на бумаге. Он один из наиболее уверенных мужчин, которых мы когда-либо видели. Он невероятно умен. У него несколько дипломов. Этот парень собрал Мстителей. Спасал мир множество раз. Но если мы посмотрим внутрь Тони Старка, то мы увидим временами очень хрупкого парня, у которого очень много внутренних демонов. И он продолжает с ними жить. Да, снаружи он очень уверенный. Но ему нужна внутренняя работа. Итак, когда вы внимательно посмотрите на Брюса Уэйна, вы увидите мужчину, который прошел через все стадии своего развития. Так и вы не можете их пропустить. Нужно пройти через каждую. И он достиг согласия с самим собой. Он понимает, кем он является в своей жизни. Что у него есть, что он делает. И то, что он будет двигаться вперед. Он находится в этом положении, что дает ему чрезвычайно высокую уверенность. И победу я отдаю Брюсу Уэйну. Друзья, теперь ваша очередь. Я хочу увидеть ваши комментарии. Все ли я правильно сделал? Согласны или нет? Что вы думаете об этом видео? Напишите в комментариях. Я буду рад. Поделитесь этим видео с тем, кому оно будет полезно. Я знаю, что еще тысячи парней не обнаружили мой канал. Я хочу, чтобы наше сообщество росло. Я хочу, чтобы мы охватили больше мужчин. Чтобы помочь им понять, что стиль – это оружие. Это инструмент, который вы можете использовать, чтобы получить все, чего хотите от жизни. И это моя цель, друзья. Дать вам инструменты и информацию, чтобы вы стали тем, кем хотите быть. Сперва посмотрим на выбор часов Брюса Уэйна. Он ходит с классическими реверсо от ЖЖ... ЖЖ... Чего б***ь? ЖЖ Ле Котлтре. Да я в жизни это не произнесу. ЖЖ Ле Котлтре. Ну, почти. Продолжение следует...